Кризис, связанный с нехваткой медицинских работников, становится все более острым и проявляется во всех сегментах медицинской системы страны. По словам экспертов, учитывая, что большинство медиков приближается к пенсионному возрасту, а также отток специалистов, Молдова может остаться без врачей уже через 10 лет, если ситуация с условиями труда работников медучреждений не изменится. Медперсоналы достаточно только в столице, так как здесь сосредоточены самые важные больницы республики. Районам же приходится искать специалистов долгие годы. Например, районная больница в Глодень разместила объявление о вакансиях для 29 врачей разных специальностей и операционной медсестры. Учреждения ищут офтальмолога, уролога, педиатра, терапевта, радиолога, травматолога, гинеколога-акушера и так далее. В течение 10 лет у нас нет таких специалистов и никто не приходит. Это не новая проблема. В 2015, 2016 и 2017 годах были привлечены два молодых специалиста. «За последние три года мы наняли шесть молодых специалистов, в том числе реаниматолога, акушера-гинеколога и хирурга», сказал директор больницы Василий Лазар, который отметил, что все специалисты родом из Глодень. Похожая ситуация и в других районных больницах. Например, районная больница Единец ищет 20 специалистов. В Орхей нужны 25 врачей, 26 фельдшеров, а также акушеры и медсестры. Чтобы компенсировать нехватку специалистов и обеспечить себе более высокую зарплату, врачи должны выполнять больше функций, например, консультировать пациентов не по своей специальности. Практика показывает, что молодые люди приходят работать в районные больницы по обязательству и для того, чтобы получить финансовую помощь в размере 45 тысяч леев. Три года спустя, набравшись опыта, они уезжают.